Всем привет, на связи Дед Смоук Фикс и сегодня в этом видео я решил более подробно рассказать вам и показать как можно зарабатывать деньги с помощью новой торговой системы под названием Смоук Фикс. Она целиком и полностью, чтобы вы понимали, устроена на техническом анализе плюс объема. Отрабатывает себя она, ну мягко говоря, замечательная в этом видео. Я вам это докажу и покажу на своем примере. Видос будет обучающего формата, все как вы любите. Пацаны, от вас, от души, поднавалите сюда лайкосов, давайте 2000 лайков наберем, подпишись на канал, нажми на колокольчик и выбери все. Так ты не пропустишь новые видики на этом канале, а видики здесь реально топовые. Давайте с вами приступать. В общем, это новый шаблон, он уже в основе лежит нового алгоритма, который в ближайшее время я покажу, как это конечно же все выглядит и отрабатывает. Ну мягко говоря, это супер топ, да мягко говоря, теханализ и объемы творят чудеса. Но в этом виде давайте я покажу, как он будет все просчитывать. То есть это, представь, это делаю не я, это делает алгоритм. Он находит самый высокий процент, либо на покупку, либо на продажу. Здесь это на продажу, аут GPI. Дальше алгоритм сам берет, открывает аут GPI и начинает анализировать по техническим параметрам. Их здесь десятки. Если мы с вами вкратце посмотрим, то здесь видишь красный фон. Это по-простому. Понятно, что я здесь не буду для вас расписывать формулы. Посмотри, красный фон, значит здесь на понижение. Здесь и так, чтобы ты понимал количество строк кода, именно вот SmokeFX Shaver, около 3500. А ты видишь просто красный фон. Ты понимаешь, насколько это все углублено? Здесь, по-моему, что-то около 14000, потому что здесь огромное количество технических индикаторов. 14 плюс-минус тысяч строк кода. А ты видишь это в виде вот таких вот красивых линий. Так вот смотри, на понижение, на понижение. Ты понимаешь? Здесь приоритет в сторону вниз. Общее движение от области сопротивления у меня здесь происходит и от локального максимума также. Цель под номером 1 находится у меня вот здесь. Цель под номером 2 находится у меня немного ниже. Вот тебе весь технический анализ. Примерно так это будет видеть алгоритм. Алгоритм. Но алгоритм алгоритму. Это рознь, да? Давайте OutGPi. А его уже нет здесь, наверное, да? Уже поздно, может. OutGPi. Да, пацаны, все уже NA. Не работает, не открытый. Кто-то скажет SmokeFX. Кстати, вот эта сумма, это с предыдущего видео. Я не торгую на одну минуту по 800 долларов, чтобы вы понимали. Если кто-то хочет узнать, откуда эта сумма, посмотрите предыдущее видео. Она нам, кстати, даже не понадобилась. У нас там был чистый плюс. Давайте смотреть здесь на график. Суть же не поменяется от этого. Вы знаете, что я и так зарабатываю здесь деньги. И все достаточно хорошо происходит. Но, поймите, что алгоритм, он сканирует валютную пару так же, как это здесь делаю я. Область, цель под номером 1, цель под номером 2, движение вниз, все. Смотри. Смотри, что здесь будет происходить. А потом уже вы можете задавать мне вопросы. SmokeFX, скажи мне, пожалуйста, является ли это реально панацея в трейдинге? Я скажу вам, как честный человек, не является. Но я не буду преуменьшать факты, что это реально очень полезный инструмент. И вот смотри, рывок на повышение, полезный инструмент смог что-то сказал. Вход на понижение. Вот от этой котировки, смотри, вниз. Засекай время, как раз новая свеча. Мы зашли на понижение. По прогнозу. Все классно, алгоритм все это увидел. На открытии спрогнозировал движение вниз. И вот смотри, перед тобой прямо сейчас... Ой, какая красота! Я тебе сейчас объясню, как алгоритм просчитал вход от этой точки на понижение. Первое. Это объемы. Объемы в нижней части графика. Движение на понижение. Объемы падали. Ну и, собственно говоря, упали до такой степени, что появился объем на повышение. Теперь сравни объем на понижение. Это его максимум. Это максимум объема на повышение. Объем на повышение меньше. Плюс здесь откатное движение на 100% произошло. Можем сделать вывод, что по этому максимуму здесь находится объем на понижение. Согласны? Думаю, здесь даже не с чем спорить. Теперь дальше. На этом уровне я отметил линии. Момент для входа. Почему именно этот момент? Алгоритм будет учитывать всевозможные пересечения в нижней части графика. Здесь я напомню десятки алгоритмов. Все они построены, опять же, на техническом анализе. Да, в этом видео все построено, вообще, весь мой канал, весь мой взгляд построен на техническом анализе. Я считаю, что он отлично себя отрабатывает. Но в комбинации, конечно, с объемами. Именно поэтому в каждом своем видео я вам показываю объемы. Без них максимально сложно. SmokeFX Shaver. Смотри. На понижение. Красный фон. Ты понимаешь? Алгоритм все это считывает. Откаты, объемы внизу по ореол. Смотри, какое красивое название. По шейверу он все считывает. Опять же, он не бросает общую тенденцию в какую сторону. И представь, что от этой области мы заходим на понижение. Кто-то скажет, ну блин, ты сейчас уберешь паузу, там жесткое движение вниз. И ты такой, вот смотрите, как все хорошо. Пацаны, я не знаю, что там произошло. Может движение чуть выше к этой области. Что тогда делать, спросите вы? Это дополнительный вход в рынок от локальной остановки. А где тут локальная остановка? Да вот же этот максимум локальный. Присутствует. При движении снизу вверх присутствует. И все эти нюансы алгоритм будет учитывать. Ну в моем случае, конечно, движение вниз. Но опять же, извиняюсь, я цену не подговаривал. Это все алгоритм. И он таким образом все это просчитывает. Здесь хорошее движение сразу. Ну посмотри, класс, вообще улетело. И можно здесь вам начать вешать на уши. Знаешь, пацаны, хотите, чтобы так было всегда? Залетайте ко мне в группу. Но это не тот формат, не тот канал. Я так никогда не делал и делать не собираюсь. Ко мне в канал вступают люди, потому что они видят перспективу, что эта софтина может им помочь, как дополнение к их анализу. Воспринимайте это именно так. Если бы я хотел собрать 100 тысяч человек, поверьте, в каждом видео я бы вам рассказывал, какое вообще это сказка, песня, пушка, петарда, огонек, уголек и так далее. Ну ты понял, я бы навешивал, навешивал. Нет, я говорю как есть, без навешивания. Это пушка в качестве софта, но это не генератор прогнозов и точек входа. Но вы представьте, насколько далеко мы уходим, мы это я и моя Тима Прогеров, что десятки непонятно кого, мне просто накидали список. Написал один из моих админов, который следит за движухой в общем и целом, что посмотри какой ты популярный, что если десятки просто есть статей про меня, видосов, и везде пытаются прицепиться хоть к чему-то, но цепляться-то не к чему, да? К чему ты прицепишься? К тому, что нет сигналов? Да, потому что по сути-то нет сигналов, есть торговая аналитика как тренировочный элемент, есть бесплатные курсы по обучению, не говоря про десятки софтин. И опять же, ты понял, бесплатные курсы, но это все, что здесь есть. Это, конечно, максимально ха-ха-хи-хи, но вы поняли. Значит, идем своим путем. Ну ты представь, насколько мы вообще в космосе относительно всей этой движухи, и то, если бы я не был такой ленивый, а я ленивый, у меня жизнь, жизнь идет, а тут же еще нужно что-то сюда придумывать, и так же все хорошо. Но сейчас мы вплотную взялись за всю эту движуху. Взялись, взялись. И ну давайте еще, а то подумайте, так, это один раз так получилось. Давайте с перекрытием может будет. Так, вот, еврокат на повышение. Смотри, как будет анализировать алгоритм. Здесь, кстати, он не будет давать приоритет на покупку. Если это и будет прогноз, то он будет достаточно слабый, потому что здесь у нас все еще есть небольшое движение вниз. Ты видишь? Оно присутствует. Дальше. Объемы при попытке пройти на повышение достаточно слабые. Вот тебе, кстати, пример. Мы только выходим из зоны отрицательной на повышение. Здесь все в общем и целом на повышение, но с откатами. Это визуально, опять же, видно. Хоть и фон здесь в общем и целом на повышение. То есть алгоритм может считать вот это все, но вероятность, вот как у нас, смотри, здесь у нас высокая вероятность, здесь в хелпере 93%. Смотри, 3, 2, 3, 2. Но алгоритм, который находится в группе, он здесь не будет давать такой процент. Объясняю почему. Потому что это вообще новое поколение. Вот то, что перед вами, это полностью новый алгоритм. Полностью новый алгоритм. И на основании того, что вы видите, будет создаваться все. В самое ближайшее время. В самое ближайшее я имею в виду не завтра. То есть завтра я вам не скину сразу рабочую версию, но она уже есть. И тестирование проходит прямо сейчас. Вот я записываю это видео, а мои люди это уже тестируют. Так, ну можем, конечно, идеализировано. Давайте вот вход в рынок отсюда. Я не буду брать с минимума на повышение. Там 93%, я вам напомню. Это достаточно много. И ты посмотри, да, рывок все-таки классный произошел. Но откат до этого был тоже классный. В плохом смысле этого слова. Ну вот, условная точка входа, рывок на повышение. То есть, по сути, хелпер даже текущей версии. Даже текущей версии. Почему я говорю даже? Да потому что следующая версия, она просто, ну, это небо и земля будет. Вы понимаете? Если эта версия с объемным анализом, она понимает, что пробитие, вот оно, вот, пожалуйста. Я же это не придумываю. Я не подбираю для вас участки. Я не записываю видео с десятого раза. Да мне нахрен не нужно. У меня и так все хорошо. Для вас, я хочу, чтобы у вас в голове что-то изменилось. Поймите, что вот с этой софтиной и собственным техническим анализом можно будет делать вещи. Кто-то скажет, это елка, гирлянда. Что это? Куча непонятных волн. Там непонятно. Ну так иди продышись. Я не знаю. Бахни 100 грамм. Иди поработай. Не на завод. Где ты там работаешь? Иди там и работай. В магазин продавцом. Я не знаю. Разносчик еды. Это вот эти люди критикуют новый здравый подход. Пацаны, поймите, я не фанат этого всего. Вот то, что вы видите. Но для визуализации прущего, как говорится, понимания, это должно быть на графике. Вы должны начать понимать, на чем основывается движение. Посмотри, очередное движение вверх. Происходит? Происходит. Здесь на графике. Не на минимуме. Если вы новичок и думаете, что ты делаешь здесь, а где реальные сделки. Пацаны, пролистните мой канал там реальных сделок, как по весне. Сами знаете чего. Вот рывок вам, пожалуйста, отработка. Зашел импульс с минимума. Это плюс уже, вход на 2 минуты. Это опять же плюс. Вот, ты видишь. Ты посмотри, что происходит. Давайте, чтобы не на одной стоять, идем дальше. Хочется. Вот мне хочется вам реальную статистику показывать. Обновляю. Каджи пиаи 91%. Текущий алгоритм 91%. Новый алгоритм. Давай посмотрим. Каджи пиаи. Правильно я посмотрел. Где он, пацаны? Я уже потерял. Каджи пиаи на понижение. Здесь. Ну, здесь, слушай. Здесь. Та ты что. Посмотри. Как длительно уже вниз. Здесь вообще все супер. Здесь то же самое. То есть, фон. Все на понижение. На понижение. Здесь просто все эти пересечения. Ну, представь. Десятки алгоритмов. Чисто визуально смотри. Ниже уровня 0. Плюс большое количество показателей в виде линии ниже. Значит, все хорошо. Но здесь я тебе сейчас кое-что объясню. Про нижнюю часть. Сперва вот, да. Общее движение на понижение. Вот этого максимума. Происходит. Здесь у нас находился минимум. Ляпс. Минимум 2. Мы его прошли. Ты видишь? Ниже есть куда идти. Много минимумов. Но в данном случае. Я еще условно не открылся. Смотри, в чем здесь есть нюанс. Мы зашли в зону перепроданности. Вот эти крайние границы обозначают условно. Зону перекупленности вверху. Ляпс. И внизу перепроданности. Мы зашли в эту область. Поэтому откатное движение до вот этого, например, минимума, максимума. Оно может произойти. И вот смотри. Рывок на повышение действительно происходит. Поэтому вот этот у нас локальный максимум при движении от этого минимума на повышение у нас присутствует. Нет у нас здесь сейчас кластера. Да. Здесь его нет. Потому что он в моменте времени, не в динамике, знаешь, а просто статично, он особо много информации не дает. Поэтому мы решили его даже не добавлять для нового алгоритма в группу. Нет смысла. Я его использую. И сейчас мне его очень сильно не хватает. Но давайте хорошо. Без него. Вот мы доходим до условного максимума. Давайте смотреть на объемы. Большая свеча. Объем прям значительно меньше. Давайте условно здесь. Вот я обозначаю вход на понижение. Условно запоминайте время. Посмотрим на реакцию. Крайняя граница находится вот здесь. Немного выше. Я вам все отметил. И опять же. Как это будет видеть алгоритм? Все на понижение. Здесь все на понижение. Он будет считывать объемы. Здесь объемы растут. Но они меньше, чем до этого. Прямо значительно. Ну и вот у нас реакция происходит. Вы сами все видите. Здесь у нас все четко на понижение. Опять же. Смотрите. Ниже уровня 0. Значит все. Чики-бам-бони. Чики-чики-чики-чики-чики-бам-бони происходит. Красиво. Красиво. Это все может себя реально показывать. Будут также происходить отработки. Ориентировочные процент. По итогу. То есть. Там за день, за месяц, за неделю. Это опять же. Это плюс-минус. Как ни крути. Будет как у текущего алгоритма. Но с более правильными процентными соотношениями. То есть. Если за 2021 год у нас там просто есть весь отчет. Там у нас было 87%. Это плюс. За 2022 год. Это 88%. В этом году. Так как мы не начали статистику нового алгоритма с первого числа. И мы только-только все это запускаем и будем делать. Но мы ожидаем точно выше чем 90%. Это закрытие в плюс. Но конечно с перекрытиями пацаны. То вы подумаете. Это кнопочка бабло. Смоки фиксик. Наконец-то. Я дам тебе все свои деньги. Мне ваши деньги вообще не нужны. Для тех кто не в курсе пацаны. Вы пополняете себе баланс. Себе баланс. Мне от вас ничего не нужно. В общем. Ребята вы мои любимые. Огромнейшее количество. Вот всего хочется здесь сказать. Но. Но. Вы сами понимаете. Мне нужно дальше все это тестировать. Смотрите бесплатные курсы. Используйте бесплатный софт. Вступайте в группу. Тот кому это нужно. И все. Я никого не призываю. Решайтесь. Не решайтесь. Там уже все висит на вас. Мы всегда будем двигаться дальше. Мы только за здравое тело движения в трейдинге. На связи был Дед Смок Фикс. Фикс. Ф. Икс. Напишите кодовое слово там. Дедулечка. Все. Всех обнял. Пока. Смок Фикс тащит. Смок Фикс тащит. Смок Фикс тащит. Эй. Е. Е. Бой. Е. Бой. Какой.